Пенсионерка Мария Старикова с утра вышла на улицу дежурить на лавочке. Ожидала машину почтальоном, сегодня у нее как раз был день выплаты пенсии. А когда показалось долгожданное авто, женщина услышала хлопки выстрелов и увидела мужчину в маске. И слышим только бак, бак, бак. А я кажу, что хорошо, кажу, что можно собак, кажу, бьюти, это. А потом это делюсь, вытягиваю я из этого. Из кабины водителя. Высокий, так и черный, и белая маска на нем. Татьяна Николаевна тоже живет во дворе, где случилась трагедия. Она видела из окна своей квартиры, как все произошло. Уверяет, за считанные минуты мужчина в маске прямо на ходу произвел больше 10 выстрелов. Подбежал к водителю, вытащил тело и хотел уехать, но не смог завести машину. Он когда выстрелил, и я подбежала, уже один лежал сзади этой машины, а второго он уже выпихнул на моих глазах, вытащил из-под руля. И голая спина мне была видна. Вы знаете, выстрелы были такие как бы и глухие. Бах, 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 бах. Если бы был глушитель, мы бы этого не слышали. Но видно или как полуглушитель, или что-то такое. Ну типа автомата, такой длинный, такой, понимаете, как с прицелом у целом. И он же на ходу прямо бежал, тоже стрелял в эту машину. Вот что интересно. Все были в ужасе. Полные балконы людей. Потом люди видели, как нападавший остановил водителя на серебристом ВАЗ-2110. Выгнал его из-за руля и, выгрузив добычу, мешки из машины укрпочты в десятку, уехал с места происшествия. У парня машину отобрали, видать. Угнался за ним, кричал, стой, отобрали машину, выкинули. Парнях, слава богу, не застрелили. Вот то и все. Кошмар. Взрывотехники, эксперты, правоохранители и работники прокуратуры на месте трагедии собирают улики и свидетельства многочисленных очевидцев. Звучат первые официальные заявления. Автомобиль развозил утром денежные средства по отделениям. Преступник в результате этих действий завладел деньгами примерно в размере 3 миллионов гривен. Мы понимаем механизм совершения преступления. У нас есть свидетели, очевидцы, видеоматериалы. В данный момент следственное управление УВД области зарегистрировало уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса. Это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Правоохранители прямо на месте составляют ориентировку на злоумышленника и просят всех жителей сообщать любую информацию в службу 102. Мужчина ориентировочно возраста 40-45 лет, атлетического спортивного телосложения, рост 185-190 сантиметров, был одет в темные бриджи, камуфлированную футболку оливкового цвета и бейсболку светло-серого цвета. С места происшествия преступник скрылся на автотранспортном средстве ВАЗ-2110, государственный номер Анна Харитон 8632, Евгений Анна. На месте тройного убийства работают и взрывотехники. Они применяют современное оборудование, чтобы просканировать территорию. Место происшествия, все следы, которые зафиксированы на месте происшествия, они фиксируются в формате 3D. С 2001 года это уже седьмой случай в Харькове нападения и убийств людей, которые занимаются инкассацией и развозом денежных средств. За это время убито 17 человек. Преступник или преступники так и не найдены. В этот раз преступник впервые действовал утром на повне на инкассаторов, собравших выручку, а на тех, кто развозил деньги. В остальном, говорят правоохранители, злодей действовал почти так же, как год назад на танкопии. На сегодняшний момент мы в ходе осмотра места происшествия имеем общие родовые признаки, которые свидетельствуют о том, что совершение преступления данного в сегодняшний день характеризуется однотипным применением и оружия, и механизма совершения преступления, как в прошлый раз, при нападении на автотранспортные средства инкассаторской службы. В Харькове области объявлен план перехват. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.